Вы знаете, я искренне восхищаюсь людьми, девушками, которых я здесь вижу и вообще всегда вижу, они есть в жизни, которые всегда ходят с укладкой красивой, да, с макияжем, вообще очень классные при параде на отдыхе. Я не знаю, может быть мне парада хватает по жизни, но я не могу, не могу себя заставить крутить волосы на отдыхе, их укладывать. Поэтому, если в моих влогах или сторис вы хотите увидеть очень кожаную девушку, то это не про меня. Но если вы хотите узнать инсайты, которые меня посетили, которые касаются бизнеса, которые могут помочь вам бизнесу, то это про меня. Мне некуда деть детей на этом отдыхе, поэтому они будут вместе со мной, так что не отвлекайтесь от главного, то бишь от меня. А сегодня мы продолжим с вами говорить об инсайтах, и будет это второй инсайт, вряд ли влезет третий, но мы будем пробовать. Итак, второй инсайт в бизнесе, который посетил меня в 2018 году, касается того, что неправильная стратегия способна убить бизнес. И именно поэтому изначально очень важно уделить внимание той самой верной стратегии, хотя бы гипотезе этой верной стратегии, и более-менее получить подкрепление от того, что эта гипотеза верна. Давайте все эти страшные слова, которые я только что сказала, переведем на человеческий русский язык. Когда мы начинаем какой-то бизнес и занимаемся чем-то, или решаем как-то изменить ход событий, как правило, к нам в голову приходит какая-то идея, и она нам лично кажется гениальной. Ну, было бы странно, если бы она нам таковой не казалась. И мы начинаем говорить, да, класс, все получится, и так будет, и мы ее развиваем в своей голове, и в нашем бизнес-шоу мы это очень часто видим. Взять ту же Светочку, которая пришла к нам и сказала о том, что она хочет быть в ритейле, что она изучила, что ей кажется, что она пообщалась, что она сможет продавать, и так далее, и так далее. И как бы наш личный опыт с Сергеем, который у нас был, и, к сожалению, который совпал с реальностью в очередной раз. Опыт продаж в ритейле, в частности, с нашим пинг-баром. И вот таких историй на самом деле очень много. Взять Викторию, которая пришла к нам в шоу с тем, чтобы продавать услуги, она убеждена, что это возможно продать, что это нужная вещь, и что это будут покупать много, и что она выдержит этот весь путь, и дойдет до того, когда ее онлайн-школа будет для гимнасток художественных круто работать, и будет востребованной. И вот, понимаете, история заключается в том, что каждый раз нам наша идея кажется очень гениальной, очень гениальной, но практика показывает другие вещи. И когда мы находимся в своей точке А, мы не видим того, как это будет. То есть мы можем только располагать свои гипотезы, и нам очень хочется в нее верить. Когда человек, и есть ряд людей, которые уже побывали в этой точке А, они находятся в точке Б, они, как правило, видят те вещи, которые нам сегодня не видны. То есть они находятся просто на ступеньку выше и способны видеть то, что вот отсюда мы увидеть не можем. И я поняла очень правильную вещь, что когда мне какая-то стратегия моя кажется очень классной, и если она стоит мне времени и денег, а в принципе это одно и то же, то первое, что я должна сделать, это пообщаться с людьми, которые уже прошли этот путь. То есть либо же люди, которые имеют больше компетенции, чем я. Потому что когда я общаюсь с такими людьми, они говорят тебе такие вещи, о которых ты просто не думал, которые иногда кажутся тебе, ты не хочешь их принимать, но в результате понимаешь, что это правда. И в моем случае каждый раз, когда мне давали какие-то, ну не то чтобы рекомендации, а говорили свое видение, оно в 100% случаев совпадало. Хотя не всегда я его принимала и предпочитала идти по своему пути. В чем обидно? Обидно то, что когда мы выбираем неправильную, неверную стратегию, то есть мы решаем, что нужно делать так, и при этом не уделяем времени тому, чтобы изначально поработать, и не когда мы уже начали путь, тратить деньги, а в моменте еще, когда мы можем изменить наш курс, когда мы только решаем, какой у нас будет маршрут. Потому что стратегия это по факту план. План тех действий, которые мы будем выполнять. Как мы будем ехать? На каком поезде? На каком самолете? В каком отеле мы будем жить? То есть мы еще можем все изменить, если мы поспрашиваем у других людей, а как там? А ты там был? А можно ли как-то по-другому сделать? Они могут дать нам очень классные и ценные рекомендации. Если мы их послушаем, будет замечательно. Если мы их не послушаем, ну, по крайней мере, мы будем знать, что это работает. Так вот, если говорить о себе, в этом году наш самый жесткий опыт был связан с пинг-баром. Почему? Потому что, когда мы приняли решение сделать пинг-бар, многие считали, что мы это решили сделать, потому что у нас свадебный бизнес, и потому что мы хотим заниматься цветами. Но это не так. Итак, что было неправильно с пинг-баром? В чем была неправильная стратегия? Первое. Мы хотели сделать автоматизированный бизнес. У нас была иллюзия, что мы можем это сделать, и что это будет работать, и это можно сделать очень быстро. Второе. Нам не понравилось вообще, когда мы проанализировали рынок, мы увидели, что продаются либо классные стильные букеты, и они стоят дорого, либо продаются огромные безвкусные букеты, которые стоят, ну, как бы, столько, сколько стоят. И мы решили, что люди-то должны понимать, что можно дарить стильные букеты, классные, и мы решили, что это можно делать недорого. Например, делать их небольших размеров. Например, чем получать вот такую охапку больших роз, можно получить небольшой стильный букет по такой же цене, и это будет классно. Мы начали делать то, что никто не делает, ну, в большом объеме, и мы подумали о том, что мы еще это и массово будем делать. Мы не подумали о том, что люди формируют свои вкусы, и вообще все эти вот наши привычки, вот это много, по-богатому, столы огромные, что это поколениями сформированы, что для того, чтобы от этого отучить, нужно огромное количество времени. Плюс ко всему, мы не подумали, что на этом нельзя построить бизнес, потому что если мы будем продавать мало, потому что это же время на это нужно, значит, сначала мы будем продавать мало, никто не будет у нас сотнями покупать такие букеты. То есть это будут единицы людей, которые будут это понимать, благодарить нас за это, да, как часто бывает, когда вы начинаете какой-то бизнес, вам говорят, вы такие молодцы, два человека говорят, и один покупает. И вот мы подумали о том, что, вернее, не подумали о том, что будет очень мало людей, которые смогут это делать, что нам нужно поменять, будет целую культуру восприятия всего этого действия. А мы-то хотели быстрых результатов, мы же затевали это для того, чтобы, в принципе, наладить еще один бизнес, который будет приносить какую-то небольшую сумму денег, типа 5-10 тысяч долларов в месяц, ну и пусть, типа, он автоматически работает. Это была наша стратегия, это была наша иллюзия, что это возможно сделать. И третий момент, мы подумали, что мы это быстренько отстроим и классно будем продавать франчайзинги, потому что мы мастера по упаковке, это все знают, мы очень классно комплектуем все процессы, продукт, то есть мы подумали, мы это все укомплектуем, это дорого стоит, фиг с ним, мы потратимся на это, мы потратили на это более 600 тысяч долларов, мы потратимся на это, а потом другим будем продавать, не очень дорого зато много и в общем все будет классно стратегия в корне была неверной повторюсь первая главная ключевая задача это в том что люди хотят покупать большое и недорого то есть нельзя в этом конкурировать с голландским каким-то супер цветком то есть должен продавать кусты большое и недорого второе франчайзинг продать не так то просто в этой теме оказывается как в принципе и в любой другой потому что только те люди которые продают тренинги по франчайзингом рассказывает о том что франчайзинг это просто нет друзья франчайзинг это не просто и еще масса моментов и нюансов например то что скоро портящийся продукт с ним вообще нельзя связываться то что законы ритейла пока ты в этом не поварился ты вообще не знаешь а главный закон ритейла как по мне мой главный закон ритейла гласит что нельзя туда заходить в ожидании быстрых результатов и с маленькими бюджетами вот просто нельзя вот и все ритейла это убийство для маленького бизнеса да простят меня торговые центры которые благодаря наверное таким маленьким точечкам тоже себя неплохо чухают и вот собственно вот эта стратегия которая была неверной она и завела нас в результате туда куда завела она подарила нам шикарный опыт она забрала у нас шикарную машину благодаря вернее без которой мы конечно же сможем прожить но в принципе немножечко жалковато так вот иногда а диву даешься когда например к тебе приходит участник ты начинаешь с ним говорить и он начинает с тобой спорить и говорить тебе что он не согласен что его стратегия верная иногда диву даешься когда проходишь мимо какого-то торгового центра или улицы просто и видишь как открывается бизнес который изначально со своей стратегии обречен на провал и ладно когда это делают люди у которых есть деньги потому что есть много причин почему у людей есть деньги они готовы их во что-то инвестировать гораздо обиднее когда на это берутся кредиты когда продаются квартиры когда люди рискуют и рискуют по-хорошему потому что да по ним мы понимаем что без риска ничего не может быть потому что мы прошли хороший тренинг мотивационный в частности понимаем что надо бы прорваться очень хочется но мы не понимаем того что очень мало людей которые могут дать нам реально свой опыт и почему-то в нашей голове последняя мысль которая возникает это например купить консультацию у какого-то предпринимателя а найти действительно тех людей которые в этом соображают я сейчас не говорю о себе успокойтесь просто вот на это нам жалко тратить деньги а купить островок в каком-то торговом центре нам почему-то не жалко ошибочная стратегия забирают у вас самое главное она забирают у вас время и очень часто у многих забирает энергию и вы знаете после этого происходит такой сумасшедший провал потому что особенно когда в жизни было тяжело до этого а тут еще такой опыт не все к сожалению могут из этого опыта создать фундамент и пойти дальше многим это обламывают крылья поэтому уделяйте внимание стратегии еще раз переслушайте это видео я дала вам несколько ценных рекомендаций в отношении того каким образом поработать над своей стратегией изначально не торопитесь не спешите тратить деньги на то на что вы всегда успеете потратиться помните о том что бизнес это не трата денег во что-то бизнес это не ваш офис не ваш магазин не вещи которые вы покупаете не товары нет бизнес это когда вы умеете приводить к себе деньги а не просто отдавать их куда-то вот собственно такой мой второй инсайт который повторюсь был для меня дорогим я очень рада что я его получила потому что теперь я как минимум могу поделиться с огромным количеством людей этой мыслью я очень надеюсь что хотя бы некоторых из вас я смогу уберечь но третий инсайт он еще круче но сергей машут мне руками дети машут мне ногами поэтому третий инсайт вы узнаете в следующем видео а я мать без укладки может быть не уложенной прической пойду ребята пойду можно слонах покатаясь может у мышек поиграешь а вы кстати не забудьте обязательно посмотреть затем полный влог с этого отеля я покажу вам как тут все устроено как мы богатые респектабельные люди которые носят безвкусную одежду с последних коллекций как написали некоторые комментаторы как мы тут живем а вы беситесь жиру беситесь и приезжайте вместе к нам только жир оставляйте лучше будьте худенькими и стройненькими а я пошел работать нет не работать отдыхать непривычненько